Приветствую, дорогая Ирина. Я очень рад тебя видеть. Я тоже, Хасай Магомедович. Я просто счастлив. Видишь, у меня картина «Медитация» – это как человек находится в состоянии глубочайшей душевной безмятежности, где нет страха, нет шаблонов мышления, есть полная внутренняя тишина, так называемая по-современному психологию. Это дефолт работы мозга, когда человек не задействован в какие-то обязанности, где когда-то там не суетится, а именно в покое. А оттуда можно выходить в поток. Это я сформулировал. Если там какой-то вопрос решать или мечтать о каких-то изменениях в себе или поставить себе нерешаемые задачи, которые раньше не мог решить, то энергия напряжения, если ты поймала стресс, а там есть технология специальная, то пойдет на решение этих задач. Вот какие достижения сегодня. Итак, я хочу с тобой этим поделиться, во-первых. Во-вторых, давай ты поделись, какие у тебя новости. Ну, какие новости. Просто хочу сказать, Касая Магомедович, мы с вами уже, наверное, два года вместе. Причем я пришла в тот момент, когда у меня был развод. И в любом случае, какие бы ни были обстоятельства, не самое приятное, скажем так, состояние, когда остаешься с ребенком одна, и тоже куча переживаний. Я уже говорила, что для меня вот этот ключ, это вот действительно не просто метод ключ, не просто название ключ, а это ключ вообще к состоянию потока, это ключ к жизни той, которая хотите. И вот этими ключевыми приемами, я же всю свою, все свое окружение делюсь этими приемами, они простые, знаете, прям тренд сегодня. Ты имеешь право это делать, не только для себя применить, потому что все книги, все наши интернетовские контенты для личного применения. А ты специалист, ты имеешь право учить других людей. Да, я это хочу сказать специально, чтобы люди понимали, что не каждый человек, который знает метод ключ для себя, может уже без техники безопасности всех учить. Вот это нет, это только после беседы со мной. Мы там вам говорим и технику безопасности, и детали, потому что, как говорится, дьявол прячется в деталях. А ты у нас молодец, я тобой всегда горжусь. Давай. Да, я что хочу сказать, что благодаря вообще вам я начала и практиковать, потому что какие были условия у вас? То есть просто хочется поделиться. Вот еще метод и ключ, когда я пришла, первый вопрос, я говорю, Хосе Магомедович, а я еще педагог по первому образованию, я говорю, а вообще как осваивать метод ключ? Мне надо один, два, три. А вот такие на меня смотрите и говорите, а я не знаю. Я думаю, е-мое, как-то не... Надо же, один, два, три. Я же пришла, мне надо вот так, ну надо же подбирать. Я была, конечно же, вы знаете, первое впечатление, как-то подбирать под себя вот эти все способы. Это же тоже очень интересно, это же классная работа. Потом у меня не получался никак стресс-тест. Опять же, благодаря вам получился стресс-тест. И как вы сказали, почему я начала консультировать, и почему я начала делиться приемами ключа? Потому что какое было условие? Я с тобой не буду разговаривать, пока ты не заснимешь, как ты проводишь занятия. И думаю, ну как это? Да, я посмотрю, как супервизию. Ну, конечно, это же профессиональная работа. Да, это вот просто-напросто удивительно, что, ну, а страхи-то есть. Ключ есть. Ключи у нас в каждом есть. Его главное – найти самому этот ключ. И когда мы говорим, что метод ключ называется там синхрометод, он действительно ключ. Ключ к своему состоянию, ключ к своему счастью, ключ к той жизни, которая хотите. И еще я задавала вопрос так, а ключ-то вообще у меня тоже был прям вопрос к вам, Касай Магомедович, а вообще к чему, как помогает метод ключ? А вообще с какими запросами можно его применять? И в итоге получалось, получается, со всеми запросами. Как ни крути, потому что я же еще в теме стресса, да, и магистрскую писала по родительскому стрессу. И опять же, вот этот вот, как ни крути, мы всегда, когда говорим про стресс, мы всегда говорим про заботу о себе. И мне очень нравится фраза, что заботу о себе нужно отличать от критики, от жалости и от потакания своим слабостям. И получается, что... И мне очень нравится еще, мы живем в стрессе. Мы действительно живем в стрессе. Открыл глаза стресс, да? А если мы используем метод ключ, то этот стресс, уже можно говорить, что я люблю стресс. Использовать, да. Мы можем для своей задачи использовать, конечно. Еще хочется сказать, когда вы рассказывали, как использовать стресс как трамплин, и тоже я запомнила ваши слова, это вот прям шутка. Она говорит, представляешь, вот сейчас такая ситуация, и тебе страшно, что можно умереть, и ты вот прям сам себя своим стрессом пожираешь. А потом вдруг ты жив останешься, а твои проблемы как были на начальном этапе, так ничего не изменилось. И вот это, с одной стороны, так смешно, а с другой стороны, это такой смысл в этом большой. То есть мы сами себя загоняем в какие-то рамки, загоняем вот в этот стресс, и не живем той жизнью, которой мы хотим жить. И получается, что сами, сами же не решаем свои же проблемы. И вот с вами, когда общаюсь, это совершенно другой уровень человека. Я не видела людей настолько любящих людей. Говорю прям, это действительно так, потому что вот когда вы говорите, а я с людьми как с детьми. Да, действительно. Да, недокормленных, недолюбленных. Недолюбленных, обиженных, недовоспитанных. Да. Но самое главное, чтобы ребенок был здоровый. Потому что есть еще детишки, которые родились аутистами, с ДЦП родились. А у нас, в нашей школе Человек Будущего, есть люди, они герои. Они с тяжелейшим ДЦП справились. Они и без ключа справились, потому что они по природе такие. Поэтому надо показывать, примеры приводить, что мы все можем. Мы все можем. Самое главное, искать, кто ищет, тот найдет. А кто находит нашу школу Человек Будущего, это вообще потрясающе. Это потрясающе. И какие гости приходят. Просто потрясающе. А мы сегодня с Виссарионом, мы с Михаилом, мы с Траме Трис будем вечером запись сделать. Вообще это здорово, потому что, причем это настолько искренне, настолько все по-доброму делается. И просто хочется поделиться, что ключ – это вот не просто я пришла работать со стрессом, хотела работать со стрессом, просто личная история была такая. Мне кажется, что я выжила благодаря ключу. Это не то, что вот такое, это высокопарные слова, выжила, еще что-то там произошло. То есть я могу улыбаться, я могу радоваться жизни, потому что был ключ, и был Касай Магомедович, какой-то момент пришел. И это не случайно. Причем я уже говорила, что сейчас я нахожусь в экосистеме Future Makers с Евгением Воликовым во главе, который строит экосистему амбассадоров, и тоже использует элементы ключа там. И получается, почему я говорю, метод ключ универсальный. Хотите с детьми принимать этот ключ? Пожалуйста. Можно также метод ключа использовать, когда сложные жизненные ситуации. Действительно так. Но еще метод ключа можно использовать и для бизнеса. И это тоже для меня вот открытие, что все мы боимся что-то начинать новое, менять поведение свое. А здесь получается, что метод ключ можно использовать и ставить цели, и представлять свой масштаб личности, открывать свою природную уникальность благодаря ключевым приемам. Когда отсутствует страх, когда отсутствует вот это напряжение, и вот эти рамки, которые загоняет нас общество, неплохо иметь рамки. Но все равно, когда ты понимаешь свой масштаб и идешь. Вот, Касая Магомедович, как вы научились рисовать? Как вы пришли, что стали художником? Я когда маленький был, когда маленький был, на промокашках в школе, когда мы сидим, решаем какие-то задачки, я на промокашках рисовал. Ну, я никогда не понимал, что я художник. Ну, просто как все дети, каляки-маляки. А потом, в какой-то момент, когда я был взрослый, мне так хотелось создать некое диву, чтобы приходили люди и дивились, какое чудо я сотворил. Ну, и я где, а искусство где? Ну, между мной и этим дивом, который я хочу сотворить, а стена психологическая, неуверенность, что я так могу, потому что я не учился этому никогда. И я в этот момент делал приемы идиомоторные. Руки у меня расходились, потом я выображал, что они сходятся, потом я их опустил, чтобы быстрее сходились и так далее. В это время мечтал, чтобы нарисовать только шедевры. И вдруг я почувствовал, что когда я мечтал об этом, я мечтал об этом на фоне ключевых приемов идиорефлектронных. И вдруг я почувствовал, что вот эта стена исчезла. У меня появилось ощущение, уверенность, я хочу рисовать, рисую, кто тебе мешает. Ну, вот такое ощущение. Я начал рисовать, и через год уже сделал выставку. Я сыну своему сказал, Олен, давай через год выставку сделаем. Он говорит, папа, мы же не художники, как мы выставку сделаем? И мы сделали, я художник, и я художник. Уже много выставок сделаем. А посмотри, видишь, у меня там колесики крутятся. Да. Велосипедисты. Это ангел-велосипедист, а это колеса, это как бы, мне подсказал Роман Газенко, мой друг. Колеса сансары. Сансары, это из индийской философии. Да, судьба. Ну, это там надо расшифровывать, объяснять это, но сейчас не об этом речь идет. Сейчас речь идет о том, как из нирваны, из этой безмятежности, мечтая о желаемых переменах в себе и будущем, выходить в поток. Поток, так называемый, Чизкен Михаи. Да. Кому, кто не видел Чизкен Михаи, пожалуйста, откройте Чизкен Михаи, послушайте его лекцию о потоке. Это потрясающе. Я так очень его люблю и уважаю. Я думаю, что это один из самых глобальных философов и психологов современности. Да. Сейчас еще у нас много таких людей, которые на самом деле свет в окошке, так сказать, в конце нашего туннеля. Ну, почему-то никак не складывается, чтобы они меня увидели. Я им написал несколько раз письма. Они не читали. То есть, с одной стороны, интернет как бы нас соединяет, а с другой стороны, разобщает. И поэтому то, что мы сейчас с тобой разговариваем, тоже в копилку нашего развития, нашей школы, чек будущего, хомофутуру, чтобы они тоже нас увидели и соединялись, потому что только вместе мы сила. Сейчас точка бифуркации, турбуленции. Опять мы вышли исторически на фазу неопределенности. И поэтому надо, чтобы люди соединялись, чтобы их не расчеловечивали. Ну да. Так что я тебе очень благодарен, ты такая живая, такая бодрая, такая творческая, ищущая. А человек, который ищет, он найдет. Это точно. Потому что вот эта человечность, я просто хочу раз поделиться, когда мы с вами разговаривали, вам звонят очень многие люди, которые просят помощи. И у нас была как раз встреча. И вот несколько раз вам звонил мужчина, причем вы ему объясняете, мягко говорите, что сейчас заняты, у вас времени мало, что не можете поговорить. а у меня прям внутренне закипает раздражение. Как человек не может понять? То есть вы, у вас много дел. То есть как человек может вам звонить и таким образом вообще врываться в вашу жизнь, просить помощи, а вы так мягко, человечно с ним разговаривали. И вот для меня это, вот знаете, вот когда запоминаются вот эти моменты какие-то, и вот этот пример человечности. И вот такие кладете трубку, и что вы говорите? А мужик-то хороший. И у меня вообще... Плохих же не бывает, а он просто не хочет. Человеку нужна ему помощь. Вот у меня сейчас одна дама, вот сейчас я признаюсь, которая все время мне пишет вот такими большими буквами. Вот кто хочет, может увидеть там в интернете под каждым моим роликом вот такими здоровыми буквами, что я никак я помощь не окажу, потому что я ей говорю, ну выходите вы в этот сведенок. Я же должен вас видеть. Если вы как у врача просите, как у психолога просите, ну покажитесь вы, чтобы я... Она не умеет там включать. Но при этом она пишет. Ну видимо она нуждается в помощи. Она пишет. Вот вы такой сякой, вот вы говорите в видео, а вы без видео не можете, что ли, мне посоветовать? Ну конечно не могу. Вы же о здоровье хотите развернутый ответ получить. Я же не могу человеку нездоровому о здоровье говорить и не видя человека. Ну это шаманизм, шарлатанство какое-то, некомпетентность. Я же специалист профессиональный. Поэтому найдите, дорогая, нуждаетесь в помощи. Не засоряйте интернет вот такими буквами о том, что вам не помогают, а лучше попросите кого-то из близких, чтобы вам помогли наладить видеокамеру в вашем телефоне. и будет все замечательно, и вы будете здоровы, и счастливы, и мы будем дружить, и даже может быть вместе сделаем ролик. Вот это вот прям пример человечности. Для меня это прям показатель, и хочется тоже быть наполненным любовью и благодарностью. Это, мне кажется, основополагающие базовые моменты благодарность и любовь. Это так и написано. Любовь, это вообще... Просто не все понимают, что это такое, потому что каждый, когда находится в стрессе, он эгоист. А не гуманист, не позитивист, он не может сейчас дарить, потому что он в стрессе, он выживает. Да, и мы взрослые люди должны понимать, что когда мы в стрессе, мы все дети. А дети нуждаются в поддержке. Это Эриксон сказал. Я слышал, что есть взрослые люди, но никогда не встречал. Да, Милтон Эриксон. Тоже, как бы сказать, это тоже великий человек, который столько всего нам подарил, причем сам тоже боролся с болезнью. Он тоже, как и я, не выходил из своей комнаты. Но у меня это травма была, я на голове упал, у меня позвонок влетел в спинной мозг, а у него полиэмилит, по-моему, был. Он такой умница, такой умница. Я даже в одной книжке посвящение написал Милтону Эриксону, который познакомил Запад с приемами левитацией Востока, и еще и нашему одному суфисту, суфисту, потому что он сказал, что познание Бога начинается с познания себя. У меня прямо в одной из моих книг посвящение такое. Да, это действительно так, причем Бог внутри нас. Алгазали, Алгазали, такой человек, вот такой великий человек. Так что Восток и Запад через нормальных людей сходятся. Но мы же все люди, без разницы, Восток-Запад, мы люди, как ни крути. Слушай, я тебе смешная вещь скажу в завершении. У меня в Алгасях из президентской команды, значит, там, ну, как это называется, управление у них или что-то. Администрация. Администрация. И он мне говорит, вот ты говоришь, говоришь, Запад и Восток, говоришь, философия там и так далее, что-то новое ты хочешь сказать. А что ты можешь новое сказать? Я говорю, вот вы доктор наук, он доктор наук. Я говорю, вот вы скажите, чем отличается восточный мудрец от западного философа? И вот я задумался, на самом деле, чем мудрец Востока отличается от философа западного? Давай мы этот вопрос так обозвучили, и пусть напишут друзья в наших комментах ответы, чем же отличается по сути. и тебе пусть вопросы пишут. Ты позволишь? Да, хорошо, отвечу на вопросы. Кому интересно? И, пожалуйста, раскрой свои данные, если хочешь, чтобы тебе писали, если хочешь, чтобы тебе звонили, если хочешь, пожалуйста. У нас так принято, у нас все дружат между собой. Так что, если хочешь, пришли мне данные, мы туда вставим. Да, пришлю, может быть, у кого-то будут вопросы к моей деятельности, потому что ключ я использую даже в бизнесе, потому что я коуч, и работаю именно в таком бизнесовом направлении сейчас. После родительского стресса мне стала интересна тема другая. Это не то, что вот взрослею, Касай Магомедович, понимаете? Ну, кто же против денег, без денег жить невозможно, это же все-таки материальное, да. Другое дело, что за деньги любовь не купишь и искренность не купишь, и искреннее уважение не купишь за деньги. Есть внутренние и внешние, а деньги это универсальный язык внешней свободы. Самое главное, чтобы баланс был, а не заточенность только на деньги или только точно на духовные, чтобы перекосов не было. Именно для этого я, чтобы не было стресса, выгорания, чтобы были смыслы, для чего делаем, что не деньги ради денег, и чтобы были ресурсные процессы, идти к достижению каких-то финансовых целей. И вы как-то в одном из роликов сказали по поводу того, что деньги, да, что человек целостный человек. И нельзя сказать, что человек это только что-то духовное, что там нет материального. Поэтому деньги это часть, то есть человек чтобы был целостным, деньги это составная часть вот целостности человека, поэтому... Поэтому у меня и бизнес-тренеры учатся, и всякие бизнесмены, крутые миллиардеры, у меня тоже друзья. Главные разные люди, потому что всех стресс касается. Да. И все попадают в неопределенность. Ну да, конечно, мало ли какие причины бывают. Да. Да. Так что вот спасибо тебе большое. Я очень рад тебя видеть. Ты у нас прямо ангел. Такая улыбающаяся, такая красивая, такая светлая, такая душевно щедрая. Спасибо тебе. Здоровья тебе. И до встречи. Да, спасибо огромное, Хасай Магомедович, за такую возможность. Я прям считаю вас учителем, и дочь моя тоже, когда видит ваши ролики, тоже говорит, это Хасай, потому что она вас помнит. Привет. Мы тоже с ней разговаривали. Поэтому вот, да, я вас благодарю за такую возможность, то, что вы дарите. Дай Бог вам. Знаешь, я знаю, что надо сделать? Ты тоже подумай об этом, чтобы побольше подростков пришло. Потому что есть подростки, которые стеснительны и слишком. Есть подростки, которые потеряли надежду на что-то. Есть девочки, которые очень скованные такие. Ну, очень много разных подростков, а есть мальчики, которые хотят быть такими боевитыми. Пожалуйста, подростки, давайте, давайте, подключайтесь. И всех, всех прошу, кто смотрит наши ролики, делитесь, пожалуйста, в своих группах, приглашайте своих знакомых, чтобы они на WhatsApp наш выходили. Кстати, бесплатный ликбез у нас выставлен, часами он идет, у кого страхи, комплексы, стереотипы, собранное мышление, подвержены с авторитетом каким-то, которые сами не могут принять решение в условиях трудных, ситуаций. Бесплатный ликбез у нас есть. Открывайте YouTube страницу мою, и там есть плейлист. Бесплатный ликбез, бесплатный ликбез, с часами там. Берите, черпайте для себя знания. Берите. И вебинары у нас бывают очень доступные для человека. Мы делаем все очень доступно для всех, потому что мы хотим сократить кризисы и войны и безотчетная вот такую потребность лекарств, чтобы все было дозировано, чтобы человек знал меру. И очень, не только доступные, Хасай Магомедович, они очень полезные и интересные. Это тоже очень важно. Да, потому что это последний вебинар был с Валентиной Эдуардовной Киселевой и с Романом Газенко, который я сидела и слушала, просто не оторваться. Молосые, да, да. Поэтому и они не только доступные по цене, просто нужно говорить, что они реально полезные и польза точно будет от этих вебинаров. Да, мы скоро сделаем вебинар. Вот сейчас продумываем тему, да. Скоро сделаем вебинар, даже очень скоро. Мы помогаем всем. И у нас там много-много участников из нашей школы «Человек будущего Хомофутурс». И ты наш почетный участник. Спасибо тебе большое. Доченьки, привет, счастья и благополучия. Спасибо. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо.